Меня зовут Лаврова Светлана, кто еще не знает. Я готова, сегодня у нас Римочка задерживается, у нее форс-мажор. Вот, я задержалась, и Рима задержалась, так получилось. Я готова ответить на ваши вопросы, все, что касаемо сыроедения, то, что касаемо чистых дней, то, что касаемо какой-то психосоматики, психологии, психоанализа. Я с удовольствием попробую ответить так, как я это вижу. Поэтому жду ваших вопросов, а пока, наверное, готова, пока вы начинаете готовить ваши вопросы, я отвечу на те, которые есть. Как нами манипулируют? Как это определить? Задали вопрос мне в личку. Привет, Александр. Как нами манипулируют? Как это определить? Ну, во-первых, начнем с того, что если вы чувствуете, что вами кто-то манипулирует, то это обязательно результат того, что вы сами позволитесь кому-то манипулировать вами. Нет таких людей, которые против вашей воли начнут какие-то манипулятивные действия принимать в отношении вас. Если вы в чем-то сомневаетесь, если у вас есть какие-то страхи, если у вас какие-то есть вопросы, а ответов на эти вопросы нет, то, конечно же, вами будет намного проще манипулировать, и вы с огромным удовольствием этой манипуляции начнете поддаваться. Потому что что такое манипуляция? Это перекладывание ответственности на манипулятора. То есть вы не сами уже принимаете ответственность, а вы как бы уже говорили, ну как бы это не я. Вот посмотрите, это он. Я-то бы, конечно, по-другому сделала, сделал по-иному, но вот мной манипулируют. Вот так вот у меня получилось, потому что вот он виноват, вот они виноваты, вот они так сказали, так сделали, так попросили. И может быть миллион-миллион отмазок, но это все про то, что вы с себя скидываете ответственность. Как только вы принимаете ответственность за самого себя, за ваши действия, за ваши слова, за ваши поступки, то, конечно же, вы даже не обратите внимания ни на какого манипулятора. Вы будете сами для себя тем проводником, который вас поведет в ваше будущее, в вашу жизнь, и будет рисовать вашу картину мира. Единственное, что я, если какие-то вопросы есть, вот я буду переходить периодически на YouTube, буду смотреть. А здесь тоже придется мне вот так вот пока смотреть. Следующий вопрос. Вы лидер и ведете за собой? Ребят, я бы, наверное, на этом уровне восприятия не стала бы вообще оценивать себя как лидер, как не лидер. Я бы, наверное, сказала, как я чувствую. Я чувствую, что я тот человек, который в определенный момент своей жизни понял, что мой опыт может кому-то помочь. И как бы ни хейтили, да, сейчас под видео, мне очень много сейчас пишут в личку таких нелицеприятных каких-то высказываний. Но я прекрасно понимаю, что в первую очередь они пишут это, наверное, не мне, а себе. И лидер ли я? И в какой-то определенный момент я поняла, что просто мой опыт может быть кому-то помочь. И я не считаю себя лидером, я не считаю, что я кого-то куда-то веду. Я, наоборот, как-то все время хочу сказать ребятам, что у вас есть у каждого свой путь, у вас не мой путь. Но вы можете какие-то аспекты взять именно с моего пути. И так как у меня есть какие-то навыки, какое-то образование, какой-то мой опыт, и в некоторых вопросах я могу и вам помочь, если вы этого захотите. Если вы разрешите мне вам помочь, я это сделаю с огромным удовольствием. И это уже не про лидерские качества, это уже про то... Спасибо, Танислав. Это уже про то, что мне хочется, чтобы вокруг меня было максимальное количество людей здоровых и счастливых, без стереотипов, без ярлыков, без каких-то своих... наверное, своих каких-то стопов, которые сами себя придумали. И когда я вижу, что в моем окружении все больше и больше растет количество людей, которые становятся счастливыми, которые меня учат, которых я чему-то обучаю. Мне от этого кайфово, мне от этого приятно, но я не лидер в том понимании, что я просто веду за собой стадо баранов. Нет, ни в коем случае. Я только тот человек, который вокруг себя делает максимальное количество счастливых и здоровых людей. Это про это. Так, сейчас я перенесусь на YouTube, посмотрю, есть ли вопросы. Так. Лила. Кто-то сказать хочет, да? Думаю, что, наверное, не матом в этот раз. Так. Подскажите о новых встречах и ретритах вживую. Ребят, планируем провести где-нибудь в Краснодарском крае, но пока не можем собраться, чтобы это обсудить. Не выбрали место. Я этим никогда не занималась. Для меня это, правда, проблематично. Где-то мы не понимаем, сколько народу будет. Потому что, как только мы начинаем с кем-то созваниваться, вот особенно Настюша подключилась, и она говорит, она там с теми созванивалась, и она говорит, сколько народу будет? А я даже представить не могу. То есть понятно, что многие хотят, а кто действительно приедет, я не понимаю. То есть мы можем сказать, что будет помимо нас там с 10. Ну вот мы так и думаем, что 10-15. Как оно пойдет дальше? Ну, видимо, только опыт покажет. Пока не знаю. Это будет, наверное, сколько было в ту встречу? Ой, в ту встречу было, ну, наверное, в Екатеринбурге, наверное, было около человек 20. Мне кажется, как-то так было. Ну, человек 15 было. А тут же у нас будет несколько спикеров. Кто-то захочет там Настю увидеть вживую, прям поддергать за ее шикарную косу. Кто-то захочет с Римой поговорить, кто-то захочет у меня услышать какой-то опыт. Может быть, там еще несколько ребят приедут. Ну, кто приедет, просто каждый может рассказать о своем опыте, поверьте. Вот у меня сейчас в клубе начался новый марафон, в закрытом клубе. И я понимаю, что это просто нужно к этому. Я понимаю, что практически каждый человек, который находится в моем клубе, они могут поделиться своим опытом. И он у каждого уникальный. И это такое счастье. И я думаю, что когда у нас будет вот этот вот ретрит, но я даже не знаю, сколько, конечно, мы будем делать от трех до пяти дней, но, возможно, он и затянется, потому что столько интересных людей вокруг нас, которых мы даже не знаем, потому что они просто молчат, потому что просто они не готовы рассказывать. Кто-то не хочет рассказывать на камере, кто-то не может по каким-то своим причинам. Вот. Поэтому я думаю, что мы все-таки вот как обещали, что в конце этого месяца, в начале следующего месяца уже что-то более или менее найдем какой-то в сухом остатке какую-то информацию, то мы все-таки это сделаем, наверное. Так. Что делать при слабости физического тела на чистом дне? Какой чистый день? Если это начало, то у вас только как наступает слабость. Ребят, вообще наслаждайтесь этим, когда наступает слабость. Как только слабость наступила, это говорит о том, что ваши силы направились внутри вас на очищение ваших внутренних органов, на проработку, на восстановление, на поднятие, потому что наши внутренние органы с возрастом, они немножечко опускаются. Вот. И чтобы было максимально максимально вот это вот облегчить, во-первых, найдите себе любимое занятие. Ребят, вы не представляете, вы про всякую слабость забудете, вас это будет так воодушевлять. И вернусь опять к клубу. Мы там еще будем делать, чтобы раскрывать ваши таланты. Вы же многие даже не предполагаете, что вам нравится. У нас будет там мастер-класс по рисованию, будет мастер-класс по валянию кукол, будет мастер-класс от Темы по его методике, тоже по физическим упражнениям. Вот, то есть, конечно же, побольше двигаться, и это будет здорово. Так, ребята, вижу две руки. Секунду, сейчас отвечу тогда на WhatsApp и на YouTube, и тогда к вам вернусь. Ура, приветствую, Мария, привет. Тема, привет. Светлана, есть ли у тебя духи-помощники? Или, может, рассказывал кто-то подобное взаимодействие с тонким миром? Я не могу сказать, что у меня есть духи-помощники, но я могу сказать, что у меня бабушка, моя бабушка по отцовской линии, она, вот как это вообще принято говорить, вот такая была гадалка, колдушка. И мама рассказывала такую ситуацию, сестра, я была просто очень маленькая, и сестра рассказывала ситуацию, там, например, у них были цыплята во дворе, и сестра с ними играла, и палочка их подгоняла. Ну, и так получилось, что палочка шлепнула одного, и тот все умер, ну, как бы лег замертво и не шевелится. Она вокруг него ходила, ходила, ничего не помогает, и бабушка вышла на крыльцо, она говорит, что ты, говорит, платишь? Она говорит, ну, вот цыпленка убила. Тогда она взяла в руки, что-то там пошептала, и это поспустила, и он побежал. Вот это вот знаю, эту историю. Знаю историю, что мама, когда приехали мы погостить к бабушке, она в Талице жила, папа сам у меня из Талицы, и у папиной сестры муж, ведь Петя, он колол дрова, и так как-то он колол, что он руку себе практически, то есть она у него вообще висела. И они вызвали скорую, но так как там ездили скорые, можно нам с Дюшей сказать? Да-да-да, так как там ехали скорые очень долго, то вот она что-то там пошептала, и мама говорит, повернулась, а там кровь обратно фонтаном внутрь. Вот это вот я слышала такие истории, но чтобы у меня были какие-то духи, ну или нет. Наверное, я все-таки прислушиваюсь вот именно к внешнему миру, очень прислушиваюсь, и там один сплошной дух. Это классно. Да, кто-то хочет сказать, только я не умею руку включать. Паш, ты включишь? А, это тролли. Все, тогда не обращаю. Слушайте, ну смотрите, каким мы успехом пользуемся. Уже тролли у нас на эфире. Клево. Вот, Темочка, я ответила на твой вопрос? Так, да. Ага. А что у вас упор основной в текущих консультациях? На что у вас упор основной в текущих консультациях? Ну, это по запросу, смотря какой запрос. У меня сейчас всем неедение. Ну, сейчас, нет, вот сейчас у меня не неедение. Сейчас у меня почему-то вот все, которые консультации у меня сейчас есть, сколько людей я веду, это все люди с онкологией. Ну, так вот получилось, что все с онкологией. И, ребят, я, наверное, прям, мне это очень нравится. У меня есть одна девочка из Германии, она невероятно красивая, молодая женщина, 36 лет, любящий муж, детки великолепные. Так случилось, что она слегла. Вот. И мы с ней вот работаем, ну, естественно, прорабатываем психику, откуда это, что это. Я ей рассказываю, как я вижу ее раковые клетки, как мы их трансформируем, как мы начинаем жить. То есть мы не говорим только о болезни. У меня нет такого, что я говорю только о болезни. Я говорю, именно о том, что есть в них. Потому что, еще раз повторюсь, ребят, смертельные болезни не существуют. Смертельная бывает только смерть. Все остальное, все остальные болезни, это философия вашей жизни. Как только вы осознаете, примете и проработаете, для чего вам эта болезнь на данном этапе вашей жизни, вам она уже будет не нужна. То есть у вас уже будут проработки и все, она будет потихонечку у вас уходить, и ваше тело будет восстанавливаться. Потому что болезни нет в вас. Это есть просто ваш нерешенный аспект. И вот эта девочка, с которой мы работаем сейчас, она не могла ходить. У нее были локализации онкологии в трех местах в теле. И сейчас она мне сегодня, вот мы с ней встречались, она говорит, ты представляешь, я не просто начала ходить, она говорит, ты представляешь, я начала подниматься по ступенькам. Но это не моя заслуга. Я только людей могу разворачивать к самим себе. И я вижу, когда они не говорят себе правду, не потому что они такие лагуны, а потому что мы многое правды себе не можем сказать. Мы думаем, да этого не может быть, да это не так, да это не про меня. Я помогаю им в этом, я помогаю им в том, посмотреть на себя, посмотреть на себя со стороны. Почему это? Как это? И ты сосешь. Мария, спасибо тебе огромное. Самое главное, что ты разбираешься в этом. Я просто рада, что у тебя тоже такие таланты открыты. И самое главное, это то, что как они начинают в себе, как они начинают в себя верить, как они начинают понимать, что действительно никакой болезни нет в их теле. Это другое, это иное. Это их непроработанные задачи. И когда мы это понимаем, то у нас просто неносно отходят все вот эти вот нерешенности на задние планы. Мы выздоравливаем. И еще у меня есть тоже девочка, есть 40 с копейками, тоже из Германии. И у нее никогда не получалось тоже выходить на сухие дни, но нам нужно сгустить ее кровь. То есть у нее, она сидит на сильных гормонах, потому что не может без них обходиться, потому что постоянное кровотечение. И мы с ней дошли до четырех сухих дней. То есть она точно так же прорабатывает себя, вытаскивает это все, вытаскивает обиды, потому что не каждый может вот эти вот обиды даже рассказать какому-то близкому человеку. А в себе мы себе не можем их рассказывать, мы можем себя только горызть этими обидами. Как бы удивительно это ни было. И когда появляется человек, которому ты можешь рассказать, и потом он может по-честному тебе указать на эти моменты со своей точки зрения, а не так, как ты привык это видеть, то это играет большую роль. И вот эти вот четыре дня, которые у нее были, это, конечно, тоже был огромный прогресс. Я эти истории рассказываю не для того, чтобы с собой похвастаться, я эти истории рассказываю для того, чтобы вы понимали, что у вас нет безнадежной ситуации. Безнадежная ситуация – это когда вы слышите, как забивается гвоздик в крышку вашего гроба. Все остальное вы можете изменить. Ребят, просто поверьте в себя, просто поверьте, что вы и есть это чудо. И все. Давайте вам пишите. Благодарю. Так, если кто-то, ребят, хочет сказать, то, наверное, говорите. Но я звук, как лечить, не знаю. Наверное, можно сказать, если кто-то хочет. Или я могу еще прочитать вопросы, которые есть. А вторая тема после онкологии. У меня что-то пишет, айфон в зале ожидания. Это что такое? Просмотреть, принять. Я не знаю, что такое. Все, Паша сделал. А вторая какая тема? Вторая тема чаще всего бывает, все-таки у меня на консультациях, чаще всего по психологии. Но вот сейчас поменьше было, наверное, месяца два подряд у меня очень много было ребят, которые очень трудно было им справиться с суицидом. Причем их родственники мне начинали писать. И мы с ними, кто соглашался, мы с ними работали. Это великолепные люди с огромным внутренним миром, которые просто не могут применить его здесь. Я от них тоже очень многому научилась. Да, вот суицид. Но если мы говорим о неедине, то по неедине, как правило, это не консультации больше, а это уже индивидуальное сопровождение. Ну вот, индивидуальное сопровождение, раскачка, когда человек начинает понимать, нужно это ему, не нужно это ему. Как, что, ну вот, какие результаты. Я не могу сказать, что кто-то перешел на неедине, да, поэтому это еще рано говорить. Но могу сказать, что до 21 дня как бы ребята выходили, когда у них в своей копилочке был опыт, например, там, два, максимум четыре дня. Вот, доходили до 21 дня. Пока я большими результатами похвастаться не могу. Я не могу сказать, что кто-то прям уже совсем вышел-вышел, потому что я себя еще не совсем читаю, не едом. То есть я все-таки считаю, что у меня идут эти процессы, которым я, конечно, очень благодарна. Вот. По консультациям я ответила на ваш вопрос? Я очень люблю психологию, я очень люблю психоанализ, я очень люблю те моменты, когда я вижу, что люди начинают раскрываться и прорабатывать себе те грани, о которых они даже не предполагали, что они у них вообще существуют, что они у них есть. И для меня это, для меня это очень приятно. Тоже вопрос. Пока никто не хочет голосом задать, тогда я тоже напишу, отвечу на вопрос. Не есть и не пить, это значит не пить и кофе? Как-то, как от него отказаться безболезненно? Да, не есть и не пить, это значит не пить и кофе. Конечно же. Как от него отказаться безболезненно? Ну, вы, когда начинаете пить кофе, вы попробуете отследить ту эмоцию, те чувства вония, которые вам дает эта кружка кофе. Что для вас кофе? Как правило, кофе – это начало нового, это новый день, это новые начинания. Это забытие вчерашнего дня, если он был какой-то не очень приятный. А если он был приятный, то тогда вы себе на подсознании думаете, что он в следующий же день будет еще круче, еще лучше. И кофе – это, как правило, начало нового. Это на ощущениях, на чувствовании. Попробуйте отследить, что вам дает этот кофе. Когда вы попробуете отследить, когда вы это отследите, когда вы поймете, что для вас кофе, тогда вы уже себе можете спокойно задать вопрос, что могу ли я эти чувствования, эти ощущения, эти восприятия поймать чем-то другим, не кофе. Например, прогулкой или рисунком, танцем, пропеть что-то с утра, даже если все говорят, что у вас отвратительный голос. Но это же круто, когда ты поешь. Ну и что? Пусть привыкают, пусть знают, насколько вам хорошо. Потому что когда поешь с удовольствием, там идут другие нотки, они идут подзвучные. И ты сам себя начинаешь бодрить, когда ты начинаешь петь песни, а еще и пританцовывать, например, там с щеткой в зубах, утром это бывает, там еще что-то. То даже если ты встал в отвратительном настроении, и ты сам себя начал вот таким способом разогревать, даже если ты понимаешь, что тебе не то, что не хочется петь, тебе вообще вылазить под одеяло не хочется, может, да нафиг, это вообще все надо. Блин, все вообще против меня, весь мир против меня, никто меня не понимает, никто не воспринимает. И когда ты начнешь сам себя вот таким способом растанцовывать, распевать, смешить, то ты поймаешь, как в течение первых десяти минут ты не узнаешь свое состояние. Всего десять минут. Они изменят весь твой день. Попробуйте. Так, есть еще вопросы. С холодным работайте, прорубь. Но сейчас у меня здесь проруби нет. Я же живу в Краснодарском крае, здесь даже зимой не застывает ничего. Но я не могу без, ну как то, без холодной воды я не могу. То есть я с огромным удовольствием принимаю душ в холодной воде. Если у меня есть возможность в пруду куда-нибудь съездить и искупаться, то я это, конечно, делаю с удовольствием. Но чтобы у меня сейчас нет автомобиля, для меня это как бы ну проблематично, потому что пешком идти это ну не всегда получается, потому что я, как правило, это делаю вечером, когда уже темно. Чтобы не пугать народ, на велосипеде, конечно же, тоже вариант. Блин, а ехать, уже когда ноль на градус, на градуснике ноль, ехать как-то с мокрой головой или идти с мокрой головой тоже не всегда приятно. Поэтому да, когда у меня был автомобиль, я ездила, мне это нравится. Если появится такая возможность ездить, то я, конечно, буду это делать, потому что для меня это новый процесс. Может быть, поэтому я заменила вот это сейчас, осваиваю практику, стояние на гвоздях. Мне очень нравится. А можно мне задать вопрос? Да, конечно. Я из твоих видео слухала, что ты говоришь про себя, что я не тело, а я больше, чем тело. Что ты можешь в виду под этим? Я не совсем поняла. Ну, ты говорила, что я не тело, я больше, чем это тело. А, да, да. Сознание или еще что-нибудь ты мала в виду перед этими словами. Меня цей вопрос цікавит. Смотри, больше, чем тело, когда ты воспринимаешь себя не просто, что ты в теле. У тебя сознание, оно выходит за пределы тела. Ты понимаешь, что дерево, этот воздух, это пространство, это трава, это земля, это есть продолжение тебя. Точно так же, как и наоборот. То же самое дерево, земля, пространство, все. То есть сейчас ты разумеешь, что это уже такое есть в тебе сознание, так? Ну, да, конечно, конечно. То есть не просто человека, а уже идет продолжение сознания, да? Безусловно. Когда вы начинаете слышать вибрации деревьев, когда вы начинаете чувствовать вот эту вот энергию, которая выходит из земли, ты понимаешь, что она настолько гармонично вписывается в самого тебя, она проходит через тебя, то есть она в тебе не задерживается. И ты понимаешь, что ты есть часть этого всего. Ты это ощущаешь. Спасибо. Я хотела узнать. Спасибо, Света. Пожалуйста. Так. На YouTube вашему написану, да, вот так. Где можно записаться на консультацию? Лен, все ссылки на автополстар под каждым моим роликом. Поэтому находите и записывайтесь. Светочка, вы делаете какие-либо дыхательные практики? Дыхательные практики, ну, наверное, мой образ жизни, это и есть дыхательные практики. но я сейчас еще я сейчас еще начинаю, начинаю познавать йогу. То есть я могу, как сказать, я мне никогда не нравилась йога, но я могу сейчас я уже понимаю, почему мне не нравилась йога. Я занималась с тремя учителями по йоге, с разными. Это были и групповые занятия, и индивидуальные, и все время йога, она заключалась в асанах, в позах, да, в каких-то, и в технике дыхания. Но мне почему-то никто никогда не говорил, что йога это философия вашей жизни. И когда вы с этой позиции начинаете рассматривать эту йогу, как эту философию продолжения вашего тела, когда вы начинаете познавать каждый кусочек вашего физического тела на основании одухотворенности, которая есть в вас, эти асаны уже не кажутся вам такими нудными, такими безликими. И вы начинаете по-другому это все видеть и чувствовать. И когда я это сейчас поняла, мне очень интересно, я сейчас читаю книгу про йогу, и мне это действительно нравится, нравится вот с этой позиции, но я не могу найти такого учителя, который бы мне рассказывал с этих позиций, что такое йога, поэтому, видимо, придется как-то осваивать это самостоятельно. И, наверное, это и есть, вот это будет моя практика, то есть моя практика была на велосипеде, когда там дыхание иное, моя практика вот сейчас будет с йогой, а каких-то дополнительных практик, ну, тоже пока не нашла, чтобы мне прям так нравилось, и не считала я, что это просто как потеря какого-то моего времени, поэтому нет, прям специальных специальных нет, но сейчас еще добавлю йогу. Сколько спите в день, какой сон? Так, в день я сплю абсолютно по-разному, я сейчас с картинами со своими, у меня сон сократился, ну, наверное, на раз, раз в три-четыре дня, у меня все время вылазит эта штучка, у меня сон сократился раз в три-четыре дня, потому что я увлечена картинами, я в каждую картину вкладываю саму себя, то есть я в каждой картине вижу не картину, а если я заказываю себе какой-то какой-то образ на этой картине, я четко понимаю, что в этом образе будет для меня, я четко понимаю, что в этом образе будет для меня, то есть если я рисую какой-то там образно, если я рисую дом, то я понимаю, что в этом доме какие эмоции я могла бы испытать в этом доме, я испытываю в этом доме, если я рисую море, то что я испытываю в этом море, если я сейчас заказала картину девушку Будда йога, то я понимаю, что я туда вкладываю в эту картину, что и я как себя буду познавать с иной стороны. И это, наверное, да. Автономия ведь невозможна без большого количества движений, а если есть много физических ограничений, как бы нет, ребят, автономия это автономия это автономия сознания, в первую очередь. Это не слушайте никого, кто говорит. Автономия, почему она предполагает, что много движения, потому что в тебе начинает концентрироваться такой поток энергии, и эту энергию проще всего выплеснуть в физическое какое-то упражнение. Но ты же эту энергию можешь концентрировать на чем-то другом. Я не знаю, там, поддержка в соцсетях сложных подростков, к примеру, поддержка в соцсетях каких-то людей с физическими ограничениями. Ты же можешь туда свою энергию. Это твой, это будет твой спорт, это будет твое увлечение, это будет твой выписк энергии. Не обязательно бегать. Поэтому тоже подумай об этом. Я только сейчас сюда смогла зайти. О, привет, Римочка. Да, задавай тогда вопросы. Лежать на йога-коврике это йога? Кишка блог. Если для вас это йога, и вы получаете от этого удовольствие, то почему нет? Лежите с удовольствием. Да, вот Олег хочет задать вопрос, а я не знаю, мне что-то нужно сделать или он просто можно говорить. Олег, говорите, или мне что-то нужно сделать. Аж ты сделаешь, я не знаю, что нужно сделать. Если кто-то руку поднимает. Сделаю. Все, пусть говорит тогда. Римочка, я с удовольствием с тобой возьму несколько уроков начальной йоги с огромным. Проблема со звуком. Я надеюсь, не у меня проблемы со звуком, да? Вроде все должно быть хорошо. Ребята, еще про физические ограничения, знаете, я вам что скажу? Я думаю, что это тоже все-таки история этого душевит. У меня девочка есть, ну, тоже девочка. Все, что до 100 лет, это девочки, поэтому девочки. У меня есть девочка, которая несколько лет на коляске. Не может ходить, у нее ограничения, вот как раз физические ограничения, она не может ходить по своим причинам. Она была в аварии. И когда мы с ней начали разговаривать и прорабатывать, она говорит, да я вообще ничего не хочу, просто хочу ходить. Я говорю, ну, ты же можешь свое тело, как бы ты, люди отращивают конечности, люди там справляются с такими тяжелыми заболеваниями, у которых все органы съедают. Я говорю, у тебя всего лишь восстановить двигательную систему в ногах, это как минимум запустить опять туда запустить туда опять, чтобы тебя начали фунцклировать по новой ноге. В первую очередь это нервные окончания. Я говорю, это все идет от головы, твой же центр в голове. Попробуй вот эту в голову залезть, если ты не понимаешь как, потому что у нас у многих стоят ограничения. Давай залезем через душу, через сердце. И мы с ней выбрали такой способ. Я говорю, ну что ты вот, вот что ты помнишь? Она говорит, я помню, как мы приезжали к дедушке, и когда я была маленькой, мы бегали по полям. И это был детский простой восторг, который не предполагал под собой вообще ничего. Как ты бегаешь, в чем ты бегаешь, насколько далеко можно было кричать и бегать по этим полям. И мы с ней выбрали картину по номерам. И девушка уже взрослая стоит в платье, вот так вот у нее ручки назад, и огромное лавандовое поле невероятной красоты. И она, когда ее видела, она говорит, это я. А там же самое, что интересно, что лица не видно, когда ее рисуешь, ты можешь четко понимать, что это ты. Вот. И она говорит, это я. И она начала ее рисовать. И когда она начала рисовать, она мне, наверное, дня через три, она говорит, я рисую прям каждую черточку, чтобы растягивая удовольствие. Настолько в этой картине, и говорит, вчера, говорит, я проревела два часа. Я говорю, что случилось? Она говорит, у меня, говорит, начали болеть ноги. Я, говорит, настолько была в усторге от боли, как бы это не звучало смешно, но у меня начали, я начала чувствовать свои боли, свои ноги. Они начали у меня болеть. Это для меня, говорит, такое счастье, я не чувствовала их несколько лет. Говорит, я просто от этого восторга, от этой радости просто ревела, говорит, часа два. Вот так тоже бывает. Поэтому, ребят, все только у нас в голове. Любимые занятия, которые вы делаете регулярно, становятся, если у вас, уважаемые, да. Лежать на йога-поврике в шавасане, в йога-нидре, это уже хорошее начало. Ну, Римочка все знает, как ответить. Спасибо, моя дорогая. Так, а еще кто-нибудь хочет сказать голосом? Ребят, я просто немного не понимаю, либо с задержкой, либо никто не хочет сказать. Мария Солнцева, Рима, я к вам на занятии. Да, у нас уже, у нас уже клуб создала Настя по, как у нее называется, по выжимке по Голтису, и она там свои еще методики туда включила, шикарные просто. Мы занимаемся у Насти в клубе, тоже в записи есть, кто не может в прямом эфире, и если Рима сделает свой клуб, то мне кажется, к ней тоже пойдут на эту йогу, потому что это великолепно. Если она еще сделает практику по госдестоянию, я точно первая. Расскажите про клуб подробнее, что есть. В клубе у нас болтушка, у нас есть, кто не может себе по каким-то причинам позволить пойти в марафон глубоких проработок, но очень хочется поддержки. Клуб стоит 500 рублей в месяц, и у нас там достаточно много уже народа, мы вместе идем на сухие дни, рассказываем, как заходить, что заходить, рассказываем, какие состояния. Эти все эфиры, они в записи сохраняются. У нас Настя там делает с нами практики, у нас Рима делает с нами практики. Мы сейчас туда введем еще... Что это фигня влазит? Мы туда сейчас введем еще, у нас Мариночка сделает мастер-класс по рисованию, сделает мастер-класс по валянию этих... Как они... Как куклы. Потом у нас Тема будет еще свою практику там проведет, которую он придумал. То есть, ну, стараемся сделать так, что мы помимо ответов тех, и там очень интимные вещи, мы обсуждаем, такие как секс, вот это, что не всегда корректно обсуждать на большую публику, как бы оно ни было, потому что я знаю, что пишут потом под этими видео, поэтому не очень так хочется это на большую публику обсуждать. Мы обсуждаем, что бывает, какие бывают не очень приятные вещи, когда мы находимся на сухих днях. Это касается и женщин, и мужчин, и бывает так, что, ну, по интимной части какие-то не всегда такие вещи, которые мы можем понять, что они значат. То есть все эти вещи мы обсуждаем. В закрытом клубе, то есть у нас такое закрытое пространство, где мы обсуждаем то, что неприлично обсуждать, и то, что все состояния на сухих днях, почему мы выходим, что нас вышибает, что происходит с детьми. То есть все вот эти вот, все-все-все, что есть в жизни, жизненные вещи, все обсуждают. У нас там нет философии, философской. Это вы можете посмотреть у других спикеров. Сейчас очень много, которые рассказывают, что я есть все, все есть я, и все вот это вот идет, 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 которые я в свое время не могла принять на практике, поэтому для меня это была такая мифическая информация, которая была просто про поговорить. Вот. У нас там такого нет. у нас чисто такой, мы все обычные люди, у нас больше такого обсуждения, наверное, бытового. Что происходит с тобой в твоем теле, что происходит вокруг тебя, как принимают тебя, твое окружение, как твое окружение меняется, меняется ли оно, прорабатываем какие-то вопросы, которые связаны с болезнями. То есть вот такие вот вещи. Прекрасно, открываю снова онлайн-занятия для начинающих. Отлично, наконец-то. Елена, а у меня саркома и лучной железы. Начала автономить, что-то тяжело дается, тянет к еде. Два года назад я вылечила ревматоидный артрит на сыроене. Да, про ревматоидный артрит у меня, я во вторник проводила эфир на своем аккаунте в Инстаграм. Можете, кому интересно посмотреть, а также про молочную железу. У нас сегодня тоже был такой небольшой эфир в закрытом клубе. То есть у нас Мариночка делилась своим опытом, как она победила рак, как ей помогала в этом семья, и что для нее стало сыроеденнее. Это тоже у нас в закрытом клубе сегодня был эфир в нем. Да, один раз в неделю в белой практике на гвоздях. О, отлично. Завтра делаю, сделаю. Завтра в 10.00 Москвы сделаю энергетические практики дыхательные. О, класс. Мария, я буду рада с вами вместе заниматься. Рима, здесь на канале. Завтра в 10 часов, если у Римы получится выйти, то в закрытом клубе она будет. Но если она захочет, то мы этот эфир можем, не только чтобы он был в закрытом клубе, а если прям ей захочется, то мы можем еще его, она может в двух клубах сразу же его вести. На своей страничке и в закрытом клубе. Вот так может она делать. либо сразу же открывать свой. Вот. Вот такие вот. Да, у нас сейчас будет эфир еще в закрытом клубе ответы на вопросы, как у меня ребята там, у них уже какой-то день сухих и начинают вылезать, начинают вылезать закапсулированные страхи. Поэтому их нужно проработать, чтобы идти с легкостью дальше. Можно дублировать с YouTube. С YouTube дублировать в закрытом клубе. Я не знаю, это нужно будет спросить у Андрея. И он скажет, насколько это актуально. Хорошо? Мы посмотрим, как это. Да, так и сделаем. Вот эту практику, да, можно будет. Я думаю, что это нужно будет тогда поговорить с Андреем. Сегодня поговорим с ним и он, наверное, что-то придумает. Вот, будет круто. Да, ребятки, присоединяйтесь, поэтому в 10 часов, наверное, сделаем анонс. Попробуем сегодня сделать анонс ночью, где, как это будет списаться. Я думаю, что до 10 утра точно успеем. Но это будет в любом случае. Это будет либо на, если, если возможно, на YouTube сделать, то это будет на YouTube либо на Автополстаре, либо на Школе Автономии, наверное, вот так вот, либо на моей страничке, что-то такое будет. Скорее всего, на Школе Автономии, потому что это ближе к теме, наверное, к Школе Автономии, чтобы показывать именно новых спикеров. Ну, конечно, Рима не такой уж и новый спикер. Да, можно сделать. Это я более новый спикер, чем Рима. Вот, да, сделаем мастер-класс. А если, а, ну все, если можно, значит, можно. Все, значит, не вопрос. Значит, что-нибудь в любом случае придумаем. Потому что Автополстар есть в открытом клубе. Тогда уже что-нибудь решим. Может быть, сразу же на несколько каналов. Кому как удобно вот так и присоединиться. А я буду тогда Римочке помогать, зачитывать вопросы, если какие-то будут. А она будет, она будет делать практику. А я потом записи сделаю. Я практически все, если я не могу по каким-то причинам сделать эти практики, то я в записи потом с удовольствием их делаю. Бывает, что ночь, когда все спят, и тишина. Ребятки, если нет вопросов, то тогда будем заканчивать, потому что время 23.08, мне еще нужно с ребятами поболтать в клубе. Спасибо огромное. Спасибо огромное вам всем. Спасибо, что смотрите, столько народу на эфире. Мне правда очень приятно, что вам интересно то, что я говорю. и я буду стараться все, что есть, вам рассказывать. Присоединяйтесь к Инстаграму, к закрытому клубу. Ты супер красивый. Спасибо огромное. Мне очень приятно. Спасибо. И к Ютуб-каналам присоединяйтесь. Будем наши каналы и Автопол Стар, и Школа Автономии. Будем их развивать, чтобы люди побольше узнавали, что все, все, все только в них самих, и никто ими не может ни манипулировать, ничего делать. Будем захватывать наш чудесный мир, нашей любовью, нашим позитивом, нашей энергией. И мы же знаем, что в нашем мире нет никакой конкуренции. Правда? Конкуренция есть только в мире не цельных людей, поэтому в нашем мире конкуренции нет. Каждый занимает только свое место с огромным удовольствием и с благостью. Точно. Я готова на тендем с тобой в любом виде. Спасибо, Римочка. Благодарю. Благодарю. Все, все благодарят. Всем огромных спасибо. Спасибо. Господи.